Шутер с динозаврами Sun & Bone, заявленный как эксклюзив PlayStation 5, получил первый ролик с реальным геймплеем. Стоит признать, выглядит шутер от первого лица не слишком современно и скорее напоминает стилистику культового Serious Sam. Студия TeamKill Media явно сделала ставку на сюрреалистический сюжет, в котором с ящерами будет сражаться шериф из Дикого Запада Сэм Джаджи. Его в процессе поимки тривиальных бандитов, напавших на ферму, внезапно перенесло в мир населённый динозаврами и другими доисторическими существами. Игроков тут ждёт динамичный игровой процесс со старым добрым ультранасилием, включающим кровавые добивания и стрельбу без перезарядки. Кроме того, разработчики говорят, что в игре будет большое разнообразие динозавров и обширный арсенал оружия для уничтожения этих самых ящеров. Точная дата выхода проекта пока не сообщается, но авторы говорят, что игра появится уже очень скоро. Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 14 августа 2024 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Новую игру в серии The Witcher анонсировали уже достаточно давно, и хотя известно, что именно этот проект, получивший кодовое имя Polaris, станет следующим крупным релизом CD Projekt Red, о сюжете новой части франшизы официально почти ничего не сообщалось. Хотя нет, один важный и глубоко расстроивший фанатов факт, всё-таки обнародован. Главным героем Polaris будет уже не Геральт. И вот пока фанаты постепенно примерялись с ушедшим на пенсию Ведьмаком, актёр Даг Коккол, озвучивавший беловолосого воина во всех играх по Ведьмаку, а также в предстоящем анимационном сериале Netflix «Ведьмак. Сирены глубин», решил вновь навести смуту в истерзанных душах. Он пообщался с YouTube-каналом Fall Damage, где разгласил не слишком официальную, но весьма любопытную информацию. И да, всё верно. Коккол планирует ещё раз поработать с CDPR. Актёр абсолютно уверен, что пусть он и не будет больше протагонистом, но в игре Геральт появится непременно. Правда, актёр тут же признался, что сценария он пока не видел и не может сказать, сколько именно времени будет уделено Белому Волку в четвёртой части. Возможно, что персонаж появится лишь в одном из квестов или, напротив, будет встречаться нам время от времени по сюжету. В конце концов, The Witcher 3 Wild Hunt завершила трилогию, предложив игрокам разные варианты концовок для героя, которые можно по-разному обыграть в новой части. Но фанаты в сети, по крайней мере, надеются, что душеразрывающую сцену со смертью Геральта на руках нового протагониста разработчики делать не планируют. Тем более, что большинство слухов, в том числе распространяемых и упомянутым актёром озвучки, предполагают, что история расскажет о новых приключениях Цири, которая разберётся в прологе с последствиями одной из трёх концовок и отправится в приключения. Собственно говоря, тревожит в интервью актёра лишь одно — Кокол абсолютно не уточнил, как он узнал о появлении Геральта в новой части The Witcher. Сам контекст его слов будто бы намекает, что актёру об этом рассказали разработчики, но напрямую Кокол об этом не говорит. И потому, возможно, что он лишь делает предположения, ссылаясь на информацию, которую считает общеизвестной. Состоялся релиз SteamWorld Heist 2. Продолжение пошаговой тактической игры 2015 года вышло в Steam с традиционной пригласительной скидкой в 10%. В Heist 2, как и во всей серии SteamWorld, сюжет разворачивается во вселенной, где Земля разрушена, а разумные паровые роботы осваивают отдалённые уголки Солнечной системы. В первой части мы играли за капитана Пайпер Фарадей, которая стала космическим пиратом, после чего вместе с командой грабила грузовые суда и атаковала войска Звёздной Королевы, постепенно становясь значимым игроком на межгалактической арене. В новой же игре нам предлагают и нового героя — капитана Ливея, и управлять мы будем уже его персональной командой паровых роботов. На их судьбы влияет не война, а водяной кризис. Драгоценный ресурс вдруг стал ядовитым и смертельно опасным даже для металлических существ. Он заставляет их конечности ржаветь и даже останавливает в итоге их механические сердца. Игрокам предстоит сражаться в море, грабить вражеские базы и собирать ценную добычу для прокачки бойцов. И, конечно, участвовать в напряжённых пошаговых перестрелках. SteamWorld Heist 2 получил в основном положительные отзывы от игровых журналистов и приличный рейтинг на OpenCritic — 82 балла из 100. Успевшие прикоснуться к игре хвалят увлекательный геймплей и глубокую тактическую составляющую с высоким уровнем кастомизации персонажей, а ещё многочисленные интересные миссии. Любой игровой сервис должен соответствовать трём параметрам. Он должен быть интуитивно понятным, он должен иметь адекватную ценовую политику, и он должен быть полностью безопасным. Steam всегда этому чётко соответствовал, что и сделало его самым востребованным в индустрии. Однако в нынешнее время у жителей России нет возможности пополнять его напрямую, поэтому всегда стоит держать под рукой ещё один сервис — Купикод. Просто, дёшево, безопасно — это тоже про него. Тут вы можете покупать игры с сохранением всех стимовских скидок, в том числе и те, что недоступны для российских пользователей. Товар вы получите на свой Steam-аккаунт в качестве подарка в автоматическом режиме в любое время суток сразу после оплаты. В продаже есть буквально весь Steam. Если ищите конкретную игру, вбейте её название в поиске. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта. От вас нужна только ссылка на него, поэтому не беспокойтесь по поводу безопасности. Если вас интересует пополнение, заходите на SteamCupicod.ru, выберите нужную сумму, требуемый регион, введите логин и совершите платёж. Обязательно воспользуйтесь нашим промокодом GSTVNEWS, он снижает комиссию на 2%, а в случае с покупкой гифтов — на 10%. Купикод — это целая экосистема, открывающая массу возможностей. Переходите по ссылке в описании или закрепе и наслаждайтесь играми без ограничений. На фестивале QuakeCon небольшому количеству счастливчиков продемонстрировали свежие ролики Doom The Dark Ages. Правда, говорят, что показанный в них билд был лишь пре-альфой. В сеть представленные кусочки видео поразительным образом не утекли, но сами зрители, тем не менее, уже успели описать свои впечатления от увиденного. По их словам, показанные фрагменты, грубо говоря, были расширенными версиями сцен, представленных в первом трейлере. Однако, по ощущениям зрителей, новая игра значительно переработает устоявшуюся формулу серии. Все игровые зоны Dark Ages намного более открытые, чем в предыдущих играх. И хотя интерфейс игры всё ещё очень похож на Doom Eternal, но геймплей совершенно другой. В Dark Ages сделали больший упор на защитные приёмы, поэтому и темп происходящего несколько снизился. Вертикальность тоже больше не играет важную роль, а показанные в трейлере прыжки Doom Slayer чем-то напоминают механику силовой брони из Fallout. Также, судя по всему, разработчики значительно переделали систему добивания, дав игроку больше контроля над казнями. Теперь Glory Kill можно совершить сразу несколькими способами. Например, кинуть щит, использовать оружие ближнего боя или что-нибудь дальнобойное. Оружия будет многое. Doom Slayer выдадут минимум три вида оружия ближнего боя — цепь с возможностью сбора боеприпасов, булаву и, собственно говоря, кулак в бронированной перчатке, создающий электрические цепи между врагами. За дальнобойный урон будет отвечать одноствольное ружьё, гвоздомёт, который натурально прибивает врагов к стене, и двуствольная плазменная пушка. Она, по словам посетителей QuakeCon, напоминает такую же из самого первого Doom, но теперь с двумя стволами, соединёнными металлической перекладиной. Правда, оба ствола всё равно стреляют одновременно. Прояснилась и интригующая история про дракона — он является мехом или, по крайней мере, киборгом. Верхом на рабоящере персонаж, с помощью установленного на нём пулемёта, может не только устранять врагов, но и снести часть здания. Плюс дракон дополнительно способен поливать огнём демонов, находящихся как на земле, так и в воздухе. Работу Атланта — огромного меха из тизера — на фестивале тоже демонстрировали. Он сможет драться кулаками, палить из двойного орудия, а также выполнять собственный glory kill. У него будет отдельный интерфейс управления, а при получении урона куски брони Атланта будут отламываться. Оба они — и дракон, и Атлант. Судя по всему, будут участвовать в кампании как минимум по несколько раз. Блогер Джор Раптор провёл четыре часа в предрелизной версии экшена Star Wars Outlaws и заявил, что гангстерская игра, созданная Massive Entertainment, будет всё же обладать ощутимым моральным компасом и полна благородства. Игроки, например, не смогут грабить и убивать мирных жителей, поэтому устроить тут хаос в стиле GTA не выйдет. Да и по его словам, формулировка RDR в космосе, которую некоторые используют, не совсем верна. Главная героиня в целом будет мало покушаться на чужое имущество. В непосредственном столкновении или она сама или её зверёк Никс действительно без проблем могут отнимать оружие у противников, но вот при этом забрать трофейное оружие с собой на транспорте и перепродать не выйдет. Героиня после окончания боя всегда выбрасывает чужие пушки на землю и снова будет стараться пользоваться своим оружием. И так как Кей не умеет использовать силу, то и вооружена она на постоянку бластером. Впрочем, его можно будет модифицировать и прокачивать, как световой меч Келла Кестиса в играх Star Wars Jedi. Называется этот бластер VM-19. Он создан в сотрудничестве с Lucasfilm специально для игры и сделан так, чтобы пригодиться не только для боя, но и для раскрытия загадок. Сложные и опасные контракты от преступных синдикатов открываются только на высоких уровнях репутации, а чтобы его достичь, придётся сначала брать контракты попроще и поскучнее, просто чтобы поднять свой уровень значимости. А особые награды фракций, судя по всему, будут сводиться лишь к специальным косметическим предметам гардероба. Отношения с группировками действительно влияют на геймплей. Если УК не заладилось с теми, кто контролирует район города или планеты, то туда обязательно придётся пробираться аккуратно. Наплевать на всё и пробиться силой получится едва ли. В открытом мире встречаются одноразовые мировые события, и если не начать прохождения такого события, вернуться к нему позже уже не выйдет. Через некоторое время ивент деактивируется навсегда. Зато задачи в сюжетных заданиях действительно можно выполнять несколькими путями, включая обходные. Например, не сносить головы толпе охранников, а просто подкупить кого следует. Вы не поверите, но на основанной некогда автором Resident Evil Синдзимиками и неожиданно закрытой в этом году Microsoft студии Tango Gameworks всё-таки рано ставить крест. Общественное мнение, которое активно оплакивало студию и её наследие, похоже, подтолкнуло других игроков на рынке к активным действиям. И на днях стало известно, что южнокорейская компания Crafton, издающая, например, успешный PUBG Battlegrounds и плохо принятый The Calista Protocol, выкупила студию Tango Gameworks у Microsoft. И это первая крупная инвестиция Crafton в японский игровой рынок. Правда, стоит отметить, что из интеллектуальной собственности вместе со студией был выкуплен исключительно знаменитый ритм-экшен Hi-Fire Rush, а вот права на The Evil Within и Ghostwire Tokyo всё ещё принадлежат Microsoft. Более того, корейская компания сразу заявила, что теперь Tango Gameworks будет заново открыта и продолжит работу именно над вселенной Hi-Fire Rush. Причём новые владельцы пообещали сотрудничать с Microsoft Gaming для обеспечения плавной интеграции команды Tango в новую структуру. Вот только пока никто официально не знает, остался ли в студии на данный момент вообще хоть какой-нибудь штат. Ведь предполагалось, что создатели Hi-Fire Rush проработают лишь до 1 июля этого года, и за это время часть сотрудников вполне могла успеть найти новую работу. Создатели Microsoft Flight Simulator 2024 решили добавить в игру возможность не только смотреть на красоты мира с высоты полёта крылатых машин, но и прогуляться по окрестностям. Как поведал редакции PC-геймер-представители Microsoft Йорк Нойман, в свежей части франшизы команда дополнительно проработала визуальную составляющую каждого аэропорта и мелкие детали окружения. А потому появилась реальная возможность спуститься с небес на Землю. Более того, одним из ключевых улучшений стало качество графики при полётах на малых высотах. Теперь в процессе игры можно будет увидеть сотни различных животных и буквально триллионы деревьев самых разных видов, которые создавались с помощью машинного обучения. В море отныне будет воссоздано движение всех крупных гражданских кораблей на планете, причём пользователи при желании могут попытаться устроить посадку самолёта прямо на борт одного из судов. При этом разработчикам удалось оптимизировать вес игры. Если прошлая часть франшизы занимала на старте порядка 130 гигабайт, а с официальными дополнениями и вовсе около 500 гигабайт, то новинка потребует лишь порядка 50 гигабайт. Такого фантастического результата удалось добиться с помощью облачных технологий. Студия Elevenbit выпустила пятое видео в серии City Unbound, посвящённое разработке Frostpunk 2. И на этот раз гейм-дизайнеры решили прямым текстом рассказать о том, что авторы действительно прислушиваются к мнению своих игроков. Пятый выпуск, названный The People Have Been Heard, посвятили разбору того, какие конкретно идеи и предложения сообщества вошли в финальную версию проекта. Гейм-директор Frostpunk 2 Якоб Стокальски рассказал, что замечания игроков оказались очень ценными. Хотя в ходе открытого бета-тестирования геймеры в целом были довольны игрой, нашлось и немало критических отзывов, на которые разработчики решили непременно отреагировать. В первую очередь, многие участники теста заявили, что хотели бы видеть город более живым и развивающимся. Чтобы порадовать их, авторы добавили больших хабов, которые сделают строительство более глубоким. В возведении новых зданий и районов теперь ощущается прогресс, а в жизнь самого города разработчики добавили больше динамики, что легко можно заметить при наблюдении за ним. Игрокам, мечтающим о большей свободе действий, должно понравиться более тонкое управление персоналом. Также во Frostpunk 2 появится новый, пока не названный, тип строительных ресурсов, который, с одной стороны, расширит арсенал возможностей для строительства, но, с другой стороны, породит больше моральных дилемм по мере расширения города. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Бусти и Телеграм. Заглядывайте почаще, у нас всегда есть новости. До встречи на GSTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова